Всем привет! Я вижу, что мое предыдущее видео про Нью-Йорк люди смотрят, хотя и комментируют мало, но все-таки я вижу, что народу нравится. Не знаю, что являлось причиной этому, то ли я так хорошо рассказал, или тема интересная, или уши всем так понравились. Но в этот раз я решил снова рассказать про Америку, на этот раз про штат Северная Каролина, а поможет мне в этом апостол Кондрат. Итак, Северная Каролина. Северная Каролина — это штат на самом западе США, и это был первый штат, который заселили англичане. Ну, вернее, не то что штат, а первое место, в котором англичане основали колонию в Северной Америке. Естественно, англичане были не первыми людьми там. Еще до англичан это место посещали испанцы, даже исследовали его кое-как. Продвинулись вглубь континента и постречали там индейцев. Самое известное племя — это индейцы Чироки. Вот здесь, на самом краю штата, находится одноименный населенный пункт, и там даже есть музей. Я до него, правда, не добирался, но мне говорили, что там интересно. Хотя вообще современные Чироки и их резервации расположены довольно далеко от Северной Каролины, вглубь континента. Вот здесь, в Оклахоме, несколько территорий обозначены как Чироки Нейшн и прочие Нейшн. Это как раз-таки резервации, официальные индейские территории. От Северной Каролины это больше тысячи километров. А сама Северная Каролина 700 с чем-то километров от берега вглубь континента и примерно от 160 до 300 километров в высоту такого вот размера. Первое поселение в тех краях основал получивший концессию от английских королей авантюрист и придворный поэт по фамилии Райли. И в честь него назван город Райли, и это сейчас столица штата. Это не самый большой город в штате, есть и город чуток побольше — Шарлотт. Но если считать всю агломерацию, так называемый треугольник, который состоит из городов Райли, Дюрем и Чапелл-Хилл, то они в совокупности по площади больше. Между ними еще несколько более мелких городков, например, Морисвилле Кей. И этот треугольник является центром культурной и прочей жизни штата. Там расположено много университетов, которые знамениты на всю Америку, и также там расположено множество филиалов айтишных компаний. Поэтому многие люди туда переезжают как с всей Америки, так и со всего мира работать. Даже, говорят, Apple собирается перенести свой офис туда, в окрестности Райли, в Кэри или в другие места в треугольнике. Вроде бы даже приобрела офис для этого, но пока еще переезд не состоялся. Тем не менее, там и без Apple очень много айтишников. Климат в Северной Каролине мягкий, влажный и субтропический по общей классификации. Я, надо сказать, посетил этот штат под Новый год благодаря любезному приглашению своих друзей. И также благодаря любезности и гостеприимству друзей, старых и новых, я смог порядочно там поездить. Хоть и за короткое время, и без отрыва от работы, но все же мне удалось составить общее впечатление о штате, посетить много интересных мест там. Так вот, несмотря на то, что я там был под Новый год, самое холодное время года, температура колебалась от плюс пяти до плюс двадцати в разные дни. И когда было плюс двадцать, то я гулял там в футболке и шортах, мне было вполне комфортно. Хотя говорят, что летом в разгар жары там не особенно комфортно, все-таки жирковато. Отделен от океана этот штат полосой барьерных островов. Там тоже находится много парков-заповедников. Самый крупный город на побережье, курортный Уилмингтон. Я его посетил. Ну, такой обычный курортный городок с лачугами, которые люди снимают на лето, чтобы там пожить, понижиться на пляжах. Ну, пляжи, музей войны северо-юга, океанариум находится где-то тут. Да, вот. Ну, такой не очень крупный, но достойный океанариум. Я, когда посещал, навещал Северную Каролину, как раз останавливался в районе Треугольника. И, надо сказать, это место мне очень понравилось по своей привлекательности, по комфорту, который я там увидел. И даже когда я добирался от аэропорта до своего жилья, я удивился, насколько там чисто по сравнению с другой Америкой. Я вообще не ожидал, что Америка может быть такой, почти как Европа. Понятно, что все равно там встречаются кучи мусора и облезлые какие-то лачуги, но, тем не менее, большинство дорог производит очень приятные впечатления. Много велодорожек, несмотря на то, что, как и в любом другом месте Америки, ну, кроме Нью-Йорка, может быть, там сложно жить без машины, практически невозможно. Там много и велодорожек. То есть, теоретически можно жить, используя лишь один велосипед для того, чтобы добираться до офиса, до магазина. Понятно, что это будет очень некомфортно. Но даже если посмотреть вот это вот место, вот этот промежуток между городами Треугольника, видно, сколько здесь крупных супермаркетов. Они в непосредственной близости друг от друга, ну, там, в трех-четырех километрах. Понятно, что для Америки нужно быть очень странным человеком, чтобы даже за три километра не ездить в магазин на машине, а ходить пешком или на велосипеде. Но инфраструктура для этого есть. И, кстати, я там видел очень много на дорогах велосипедистов, которые ездят, тренируются, есть разметка. Да, в общем, для велосипедистов это довольно приятное место. Хотя и не идеальное, потому что за пределами Треугольника есть большое количество трейлов, по которым можно гулять, ездить. Но не так, чтобы весь штат был им покрыт. Я еще вернусь к этой теме чуть-чуть попозже. Всю свою историю Северная Каролина лайвировала между разными политическими направлениями. Вернее, скорее даже никак не могла определиться, с кем им быть. С демократами, республиканцами, с севером или югом и так далее. Когда началось заселение штата и прибыли первые поселенцы, естественно, возникла нужда в работниках. Частью работников были негры, рабы. Ну а еще значительная часть были белые, которые приезжали сюда в поисках лучшей жизни на новый континент. И обычной практикой было, что новопереселенцы должны отработать свой проезд. То есть несколько лет батрачить на богатеев, чтобы вернуть свой долг. И в это время, по крайней мере на заре заселения штата, большой разницы между белыми и черными не делалось. Все находились примерно в одинаковом рабстве. А также первые несколько лет даже и черным давали возможность отработать и выкупиться, стать свободными гражданами. Таким образом, несмотря на то, что штат был рабовладельческий, благодаря ранней культуре и обычаям, которые, конечно, впоследствии изменились. Потом рабам запретили так просто выкупаться, но какая-то часть уже успела. И из 900-тысячного населения штата по порядку 30 тысяч людей были свободными чернокожими. Причем среди них были и рабовладельцы. И было такое нередко, что у черных были в рабах белые. В общем, всякое бывало. Так что, в принципе, свободным чернокожим в Северной Каролине некого было удивить. Но все равно было понятно с начала истории, особенно когда рабов стали завозить массово, что черные — это, скорее всего, рабы. Ну, их активно эксплуатировали там, понятно. Тем более, что Северная Каролина начала развиваться как центр сельскохозяйственной промышленности. Там выращивали хлопок в большом количестве и табак. Табачная промышленность оставалась в Северной Каролине одним из локомотивов финансов и экономики региона вплоть до, может быть, второй половины XX века. Может быть, даже до конца XX века, когда табак курить стало уже не так популярным. Сейчас понятно, что там еще есть кое-где табачное производство, но уже не в таких размерах. Вот известное название каждому любителю сигарет — Уинстон Салем. Там есть и много других табачных фабрик. Самая крупная из них сейчас переделана в музей. А дорога, которая использовалась для того, чтобы отправлять сырье и вывозить оттуда готовую продукцию, сейчас переделано в трейл. Табако-трейл — это достаточно длинный трейл. Он подходит и для пешеходов, и для велосипедистов. Я немножко гулял по нему, мне очень понравилось. Он по уровню обустроенности и организованности примерно соответствует среднестатистическим немецким трейлам. Он, конечно, не особо длинный. И таких трейлов немного даже и в Северной Каролине. Но, тем не менее, что-то есть, и это очень приятно. Люди гуляют там, в основном пешком, но и велосипедисты тоже ездят. Значит, жизнь в районе Треугольника особенно сейчас довольно комфортная. Люди стараются организовать себе комфортный быт. Это касается и близости зеленых насаждений, и доступности инфраструктуры. И всего остального, что касается, в принципе, комфортного быта. Сейчас я попробую приблизить на какую-нибудь случайную улицу. Просто показать, как это среднестатистически выглядит. Я, видимо, рядом с каким-то магазином кликнул. Сейчас попробую жилые дома обнаружить. Так, ну вот какая-то зеленая улочка. Чуть более зеленая, чем в среднем. Но, тем не менее. Вот такие небольшие домики с гаражами. Никаких заборов нет. Все аккуратненько, красиво. И большая часть пространства между этими городами, конечно, такая. Комфортно, удобно. Тем не менее, с супермаркетом практически в шаговой доступности. Это касается, в первую очередь, треугольника. Где люди, айтишники, высокооплачиваемые и прогрессивные. На самом деле, штат этот в основном относится к южным штатам. То есть живут там люди северные, над которыми, не северные, а, я хотел сказать, ну как, над ними принято подшучивать. Фермеры, они говорят с своеобразным текучим акцентом английского языка, особенно если чуть подальше от крупных городов отъехать. И их даже сложно понимать. Ну, тут совсем дикости нет. Понятно, что то и дело, какие-то крупные города встречаются. И люди, разъезжая на машинах, постоянно перемешиваются, попадают в какую-то культурную среду. Но вот есть такое. Я сам это наблюдал, что значительная часть населения штата – это так называемая деревенщина. Ничего плохого в этом нет. Ну, конечно, понятно, что образованными, интеллигентными, высокооплачиваемыми айтишниками и огородниками деревенщиной население не ограничивается. Например, когда мы проезжали на машине через окрестности Дюрама, я не помню, какой это был точный район, но я почувствовал себя прямо как в родном Джерси-Сити. Особенно, если взять чуть-чуть поглубже в Нью-Джерси, где Нью-Арк расположен, так там вообще. По улицам бродят какие-то сумрачные типы, стоят покосившиеся лачуги, дороги все выбоиных. В общем, мрачная картина. Тем не менее, на общую атмосферу, которая там царит, это большого влияния не оказывает. Из интересного, что там есть, что можно посетить, например, музей. Я посещал музей искусства, который находится, я точно уже не помню где, но где-то вот в этом районе. И он действительно произвел на меня большое впечатление. Конечно, он не очень крупный, но там большая экспозиция художников европейских, скульптур. Понятно, что значительное количество места отдано и современному искусству, и американскому искусству. Тем не менее, там много картин, ну, например, Питера Брейгеля, ну и прочих таких вот товарищей. То есть, если вы окажетесь в этих краях, то два-три часа, а то и больше вполне можно потратить на музей искусств. И это еще не считая того, что там проходят временные выставки. Я сам посещал там выставку работ Альфонса Мухи. И при музее есть обширная территория с различными тоже произведениями такого современного искусства. В общем, было интересно. В Райле я посещал музей естественно-научный, тоже достаточно интересный. Ну, понятно, что ни музей искусств, ни естественно-научный музей не идут сравнения с аналогичными музеями в Нью-Йорке. Тем не менее, я был позитивно удивлен тому, насколько крутым может быть музей в городе, находящемся в каком-то непонятном штате, где-то затерянном и с населением порядка 600 тысяч человек. Но тут нужно понимать, что люди, проводя свой досуг, они разъезжают по всему штату. За пределы штата, ну, не очень, разве что вот здесь относительно недалеко столица находится, Вашингтон, Ди Си, который я упоминал в своем предыдущем рассказе про Нью-Йорк. Всего-то порядка 400 километров, ну, то есть там 4 часа на машине или даже меньше, и ты в столице. Можно на выходные легко съездить. За 2-3 часа можно доехать до моря, там купаться. За 3, ну, там 3 с небольшим людей часа можно доехать до Блю Ридж Парквей. Это тоже одна из достопримечательностей штата, все американского уровня, упомянута в различных путеводителях. Даже есть отдельный путеводитель Lonely Planet, посвященный именно вот этому Блю Ридж Парквей. Это дорога двухполосная, проходящая по живописным местам вот здесь, в гористой местности, примерно вот вдоль границы штата, дальней по диагонали. На самом деле она уходит и за пределы штата, то есть и в Южную Каролину, и в Вирджинию, но центральная ее часть приходится как раз на Северную Каролину. Я ездил по этому Блю Ридж Парквей, конечно, не от края до края, но большой кусок проехал. И по сравнению с прочими природными достопримечательностями, которые нужно встретить по всему миру, не так, чтобы там было прям очень круто. Да, там красивые горки, да, там прикольные разные панорамы, маленькие городочки, в которых можно купить сувениры. Но ничего такого прямо из ряда вон выходящего, для чего следовало бы все бросить и ехать именно в Северную Каролину. Но, тем не менее, место действительно приятное, причем много разных интересных горок со смотровыми площадками, с микромузеями. Там же находится Бун, город. Там есть горнолыжные курорты. Понятно, что с субтропическим климатом они работают не так уж и долго, но, тем не менее, там есть склоны, подъемники и снег лежит. Горы невысокие, я не помню, какая там высота, по-моему, 3 километра максимум или что-то около того. Но, тем не менее, горы. Так, что я еще хотел сказать? Я хотел сказать про историю Северной Каролины и ее непостоянство. В общем, началась Северная Каролина как штат, конечно, сельскохозяйственный и рабовладельческий. Но я уже говорил, что до закручивания гаек были там и свободные рабы. Впоследствии он относился скорее к югу, этот штат, то есть вот ко всей этой зоне, где было активное рабовладельчество, которое воевало с Севером за то, чтобы этот уклад жизни сохранить. И хотя Северная Каролина вначале была в Северной Федерации, потом она все-таки переметнулась к южанам, активно свою позицию никак не выставляла никому. Но когда стали собирать ополчение, она предоставила больше всего войска из всех южных штатов. Опять же, каких-то особо крупных кровопролитных сражений в Северной Каролине не было. Но, тем не менее, вот тоже этот штат где-то посерединке. А еще, кстати, есть в Америке такая традиция писать девизы на автомобильных номерных знаках. В каждом штате немножко различные правила дорожного движения и разный дизайн номерных знаков. Ну и вообще предполагается, что если ты переезжаешь из штата в штат на постоянное жительство, то ты должен заново задавать экзамены на права, потому что правила немножко разные. Да, но я о номерах. На номерах, как правило, стараются какой-нибудь девиз описать, который бы отражал то, что в этом штате самое интересное или какие-то его достижения. Вот в штате Нью-Йорк, например, это Empire State, то есть это имперский штат благодаря городу Нью-Йорк. В Нью-Джерси это Garden State, штат садов. Ну, видимо, вот чем они гордятся, это садами. А в Северной Каролине, как правило, пишут First and Flight, поскольку именно в этом штате, где-то вот в районе барьерных островов, в начале 20 века, братья Wright впервые совершили полет на самолете, ну, то есть на летательном аппарате тяжелее воздуха. Но также я видел вариации First and Freedom. Точно не знаю, к чему это относится, но видимо к тому, что в 18 веке Северная Каролина стала первым из всех штатов, которые послали в Англию делегацию с просьбой рассмотреть заявку на независимость. То есть Северная Каролина была первым местом в Соединенных Штатах, которая пыталась стать независимым. Но не так, чтобы она была прям первая, кто действительно обрел эту независимость. Тем не менее, из 13 штатов, которые подписали Конституцию, Северная Каролина была 12-й. То есть она была в самом первом транше вот этих штатов, которые обрели независимость в Соединенных Штатах. О чем еще мне нужно рассказать? Штат не очень-то разнообразный географически, но и море, и горы там есть. Штат достаточно благополучный, делающий ставку на университеты. Штат, в котором сильно сельское хозяйство, живет много так называемой деревенщины, но, тем не менее, уровень жизни достаточно высокий. Есть и музеи, есть и велодорожки. Да, про политический устой, который там. Вообще сейчас Северная Каролина больше республиканский штат. Но все равно она и сейчас серединка наполовинку, и всегда была серединка наполовинку. Когда были здесь освобождены рабы, когда Север победил над Югом в этой знаменитой американской войне, все равно на них стояла большая часть сельского хозяйства. Большим ударом для Северной Каролины стало то, что рабы стали разъезжаться в более благоприятные, приятные, теплые места. Но штат продолжил свое развитие, и тогда белые в первую очередь ассоциировались с демократической партией, а цветные с республиканской. Сейчас все немножко наоборот. И при долгих-долгих проблемах с борьбой демократическая партия в 20 веке одерживала победу над республиканской. Штат этот был скорее демократическим. Но недавно, благодаря политике, которую проводят как республиканцы, так и демократы, чаша лицов качнулась в противоположную сторону. Сейчас считается, что республиканцы в основном белые, а демократы цветные в том числе. Ну и Северная Каролина стала склоняться больше к республиканскому образу жизни. Хотя и позиции демократической партии тут очень сильны. В общем, нельзя этот штат отнести ни к одному из полюсов. Можно только определенно сказать, что место это достаточно благополучное и приятное для жизни. Если рассматривать города-треугольника, так вообще прям почти Европа. Вот таким было мое впечатление про Северную Каролину. Да, вот, кстати говоря, про то, что американцы пытаются со своей географией всех запутать. Я упоминал, что хотя самый крупный город Шарлотт, столицей он не является. Столицей является Райли. Интересно рассказать про один топоним, который я там посещал, пока находился. Это Краб-Три-Лейк. И, несмотря на свое название, это озеро не имеет никакого отношения ни к крабам, ни к деревьям. Названо оно в честь полковника Краб-Три, который какой-то знаменитый деятель в этих местах. Ну вот так вот. Да и сама, собственно, Северная Каролина, если прослушаться в этом названии, можно подумать, что он назван в честь какой-то Каролины. Но на самом деле абсолютно нет. Назван он в честь короля Англии Карла Первого. И, да, в штате очень много животных. Когда едешь по дороге, там постоянно видишь кого-то с битого машиной. И олени, и еноты, и вот эти апоссумы. Я слыхал, что среди местной деревенщины есть такая традиция апоссумов есть, делать из них рагу. Понятно, что сейчас на них никто особо не охотится, но, в общем-то, попробовать апоссума, наверное, где-то в Северной Каролине до сих пор можно. На этой гастрономической ноте я, наверное, буду закругляться, завершать свой рассказ. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok